Я смотрел, наверное, все сезоны Южного парка, начиная с первого. К сожалению, вынужден признать, что последние сильно испортились. Но что касается предупреждения Роскомнадзора, во-первых, Южный парк не нарушает существующего законодательства, просто потому что он транслируется на телеканале «Дважды два» с пометкой о возрастном ограничении 18+. Это абсолютно полностью соответствует всем требованиям недавно принятого закона об ограничении доступа детей к нежелательной для них информации. Во-вторых, на мой взгляд, контент Южного парка гораздо менее болезненный для широкой аудитории, нежели контент некоторых федеральных телеканалов, например, телеканала НТВ. Потому что если мы посмотрим, например, на праймовые сериалы НТВ, то мы увидим гораздо большее количество крови, насилия и подобных вещей, нежели чем в сериале Южный парк. А морали будет гораздо меньше при этом. Поэтому, честно говоря, мне кажется, что в последнее время российские органы, которые отвечают за контроль над информационным пространством, в частности, Роскомнадзор, они сильно занимаются не тем. Есть гораздо более важные вещи, которым нужно прилагать свои усилия. Например, заниматься борьбой с призывами к насилию в интернете, которых достаточно много на различных сайтах экстремистского содержания. В общем, на самом деле, заняться многое с чем, а не выносить предупреждения по поводу достаточно безобидного мультфильма. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова